Все хорошо? Идеально. Ну, отлично. Доброе утро себе. Доброе утро. Представься, пожалуйста, нашим гостям. Зайцев Владимир Михайлович, лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель лор-клиники. Руководитель лор-клиники. Владимир Михайлович, тут с одной стороны история довольно простая, с другой стороны довольно страшная. Куда ни вводи, что ни включи, из каждого утюга говорят коронавирус, коронавирус. Кадры, китайцы там какие-то дороги разбирают. Ольга Скобеева в 60 минут, там целый выпуск этому посвятили. И вопросы наши, наверное, сегодня будут дилетантскими. Что делать? Можно ли с этим что-то делать? И вот буквально сегодня утром сказали, что вроде как есть вакцина, вроде как нет вакцины. В общем, мы в смятении. Вроде как есть проблема, вроде как нет проблемы. Вот это как бы с этого нужно начинать. На самом деле история фейковая, история раздутая. Ну, безусловно, что-то есть, но масштабы трагедии, масштабы бедствия, они на самом деле мизерные. Просто решили взбудоражить мир, сильные миры сего. Поэтому к этому нужно относиться не более как к фейку. То есть мы можем ответственно заявить, что коронавирус — это фейк? Я могу сказать так. В свое время, когда у нас были проблемы с Гонконгом, не у нас были проблемы, в Гонконге были проблемы, у нас настолько сильно муссировалась эта тема, что ну просто военный переворот. Ну Гонконг — это страна и город как бы в одном флаконе, и там одно правительство. Вот. И мне довелось быть как раз в этот момент в этом городе. Значит, отцепили. Там параллельно перпендикулярно системы улиц. То есть, ну как вот в Нью-Йорке. Улицы так идут, улицы так идут. Вот кусочек улицы отцепили, она стала пешеходной, как у нас Арбат. И все. Студенты поставили палатки и были против нового мэра города. Всего-навсего. У нас были представления, ну просто вот город стоит на ушах. То же самое мы сейчас переживаем с Китаем. Знаете, почему это все? Нет, конечно. Вот я вам расскажу. Потому что лететь до Гонконга или лететь до Китая — 9 часов летного времени туда и 11 обратно. Никто из нас не полетит, тем более вот в такую, как бы, в кавычках, да, напряженную обстановку, не полетит проверять, что там случилось. Вот давайте посмотрим про события на Украине. Вот война, 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 стрельба, 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 взрывы, бомбы, какие-то осколки, там куски дома отлетают, а до дома там какие-то части крыши рушатся. Хоп, и нет войны. Все пропало, все исчезло. Вопрос, была ли война в таком масштабе, в каком нам это представляют. Проблема коронавируса есть. Я, может быть, крамольно будет звучать, но хорошо, что эта проблема есть. Это немножко будоражит не умы граждан, не умы людей, простых обывателей, а именно тех, кто создает вакцины, различные сыворотки. У наших жителей, вот интересный момент, знаете, маска подорожала в 20 раз в цене. Цифры. Цифры, да. Дайте цифры. То есть маска до коронавируса стоила рубль. Рубль. Можно прийти было в любую московскую аптеку, купить ее за рубль. Сейчас маска стоит 20. 20 рублей, да. Я вчера был в аптеке, покупал лекарства, и небольшая коробочка стоит сейчас 1000 рублей. Ну, стоило прям, можно на сдачу было раньше взять коробку масок. И аптекарь меня спрашивает, как вы обходитесь? Я говорю, ну, у нас большой запас, мы как бы по 1000 рублей за коробку не будем покупать. Друзья, ответственно заявляем вместе с доктором Зайцевым, что коронавирус это фейк. Смотрите, какая история. Но ведь это получается высокоэффективный фейк. Вчера прочитал в YouTube новость про свой родной поселок. Это Челябинская область, отсюда не видно. Каких-то китайцев привезли туда на карантин. Жители перекрыли дорогу, сказали, не позволим, не простим. То есть, это разновидность гриппа, просто разновидность. Да, совершенно верно. Обычная разновидность гриппа. Да, от которой кто-то умер. Ну, смертность была в Китае. Все-таки мы не можем говорить, что это прям вот, это чистой воды надувательство. Что-то произошло. Удивительно, что при наших хороших отношениях с Китаем, вот на сегодняшний день, таких дружеских, партнерских, мы почему-то стали Китаю представлять вот так вот, откуда исходит угроза. И китайцев не выпускают из автобуса, разворачивают самолеты, не хотят приземлять, так сказать. Но это уже, это эмоции. Это эмоции, ну как бы, ну, то, что вот сегодня правильно прозвучало, почему в России нету этого коронавируса до сих пор, да. У нас вот то, что действительно классно получилось на государственном уровне. Санэпид режим очень сильно соблюдается. То есть мы на всякий случай не пропускаем сюда всех опасных людей, да. Те, кто есть, они, это нормально. Так должно быть, просто мы сейчас живем в непривычном, как бы, таком состоянии, да, то, что, ну, как бы, раньше не было. То есть санитарные барьеры свое дело сделали. Сделали и делают. И это очень хорошо. На уровне аэропортов, на уровне вокзалов идет проверка. Но к этому нужно относиться спокойно. Я вам скажу честно, если бы, поскольку я лор-врач, вот так бы мутировалась тема по телевидению про гаймориты, про воспаленные, воспалительные заболевания глотки, хронические тензилиты, ну, лор-клиники России, ну, озолотились бы реально. Потому что все пошли бы массово лечиться. Ну, и, конечно, просто уровень интереса, к этой проблеме возрастает. Все находят у себя проблему, там, в пазух носа, глотки, воспаленных ушей. Вот. Но этого не происходит. А что сейчас в России происходит? Значит, подорожали маски колоссально. И люди пьют водку. Люди проспиртовываются. Вот, ребята, ну, почему водку-то пьют? Вот, потому что телевизор, коронавирус. Найден ответ, почему русские пьют водку. Ну, вот задайтесь вопросом. Вот сейчас у нас возникла ли вспышка того, что люди начали вакцинироваться? Нет, абсолютно. Плацебо, как вот было, ну, не на нуле, но близко к нулю, не вакцинируется никто. Может, не дошло еще. А дальше будет поздно. У нас уровень сознания такой. Нам вкладывают в наши умы то, что хотят вложить, а мы безропотно все это принимаем. Вот такая вот история. Можно ли сказать, что, ребят, на всякий случай сходите, провакцинируйтесь, пока не поздно? То есть, официальная версия, не так. Выданная нами сегодня версия, это фейк. И, знаете, так как-то стало спокойно. К тому же, мы и так пьем водку. А вторая история, что надо вакцинироваться, пока не поздно. Правильно понял? Вакцинация, это два. Третье, что нужно делать. Чего-то мы забили про имбирь, да, про хорошую такую штуку. Вот сейчас поподробнее. Имбирь. Имбирь, раз. Чеснок. Чеснок, прекрасная, как бы, прекрасная еда, да, которую мы с детства все знали, с детства все ели. Нам либо сейчас на работу утром сегодня идти, да, днем тоже как-то, ну, на работе точно чеснок не найдешь, там где-то в кафе, в столовых, ну, можно, конечно, но вот так, чтобы взять и чеснок есть, потом опять на рабочее место нужно выходить, тоже неудобно. Но вечером как-то вроде спать ложиться тоже, уже там будет живот болеть, как бы наедаться чеснока перед сном. И для чеснока чеснок как-то вытеснен. Культура вытеснила чеснок. Да, вот в нашем социуме, когда было все как-то попроще, поспокойнее, чесноку было место. Но, пожалуйста, чеснок, имбирь, это и аскорутин, это сейчас не реклама лекарственного препарата. Аскорутин. Да, аскорбинокислота входит в состав и рутин, два компонента. Копеечный препарат, разные компании выпускают, купите любой, какой вам нравится, по две таблетки три раза в день. Вот, собственно, и все. Повышайте иммунитет, дышите свежим воздухом, ну, и на всякий случай не ходите по крупным торговым центрам, там, так сказать, днями, да, как бы целый день не посвящайте этому. Поведите на работу, занимайтесь своим делом и копеечные средства. Раз у нас так все сегодня удивительно, позитивно складывается, сегодня, когда сказал, мне придет известный доктор, буду говорить про такую большую проблему, которая оказалась, видите, фейком, был очень интересный вопрос от подписчика. Скажите, сейчас очень много говорят про соматику и психосоматику. И есть такое мнение, что если я чем-то заболел, значит, мне организм говорит, давай, дружок, хватит, тебе работать, вот я тебя сейчас простужу. Я понимаю, что это такая, да, какая-то вот теория довольно странная, и тем не менее, если получится, прокомментируйте ее. Насколько это вообще реально? Я думал, вы скажете, давай, дружок, иди к доктору, а тут давай, дружок, я тебя простужу, и ты будешь болеть. Нет, все немножко по-другому, и все на самом деле очень просто. Снижается иммунитет, то есть человек переутомляется, недосыпает, где-то недоедает, но в хорошем смысле мы не про голодовку говорим, просто некогда есть, а если мы едим, то это, как правило, фестфуд, какая-то быстрая еда, в каких-то вот таких типа пиццериях, кафе быстрых перекусил, но все равно это не то, что ждет наш организм. Недосыпы, переутомления, стрессы на работе, стрессы в транспорте в общественном, в общественных местах, увы, это есть, мы где-то это в себе давим, но мы понимаем, что это ненормально. Погода на нас давит тоже не совсем хорошая, да, морозная. Как технически происходит? Технически происходит, что иммунитет снижается, и человек ловит, как бы есть слабые места, у кого-то это носоглотка, да, воспаляются слизистые носа, пазухи носа, у кого-то это горло, у кого-то голос снижается, у кого-то идет на бронхолегочную систему, ну и так дальше, мы можем, так сказать, по всему телу пройтись, дело только в этом. Поэтому для человека очень важно высыпаться и отдыхать. Если человек в течение рабочей недели не может выспаться, ну не может, вот рано надо быть, уже в 8, в 9 уже нужно быть на работе, и работает там до 6, до 7, до 8 вечера, а у кого-то смена по 12 часов, значит, в выходные дни отсыпайтесь, это абсолютно нормально. Если и этого нет, если вы в выходные дни прикованы, там, я не знаю, к детям, к родителям, к стройке на даче, совсем дело плохо. И начинается психосоматика, порочный круг замыкается, и, конечно, и плохо всему, плохо голове и плохо тому органу, который страдает в текущий момент времени. Это правда, это правда. Поэтому, что может сделать профильный специалист? Я, как лор-врач, пульмонолог, как специалист, который лечит бронхолегочную систему, ну и так дальше, да. Кстати, желудок очень здорово страдает, потому что есть такой блуждающий нерв, нервус-вагус, это когда нам есть хочется вечером, особенно мужикам, перед сном, да, мы к холодильнику там тянемся, возбуждается этот блуждающий нерв, он ночью, как бы, не спят, вот коты ночью не спят, и что-то вот ходит, бродит. Также блуждающий нерв, он очень такой, как бы, извитой, и он ходит по всему нашему организму, в том числе, одну веточку он отдает к желудку. Безумно хочется есть. И когда мы волнуемся, переживаем, возникает гастрит, и может возникнуть язва желудка. Поэтому одна из психосоматических проблем, в том числе, гастрит и язва желудка. Язва как следствие, да, вплоть до перфоративной язвы. Вот насколько мы можем себя накрутить, насколько мы можем сильно нервничать. Я уже не говорю, что касается нашей головушки, да, какие мы себе придумываем мыслики, мы себе ставим диагнозы, онкологии и прочее, прочее. Помните, как Джерома Каджерома взял справочник болезней и пошел у себя все, даже родильную горячку. Ребят, вот такой удивительно быстрый и позитивный выпуск у нас сегодня получился. Подытоживая, спите, отдыхайте. Йод, зеленка, стриптоцит убираем, оставляем имбирь и чеснок. Аскорутин. И да, распространите это видео максимальному количеству знакомых, потому что, как сказал наш замечательный доктор, коронавирус это фейк. Подписывайтесь на канал и обязательно задавайте вопросы, которые мы вместе с доктором разберем в нашем следующем выпуске. Это был канал «На самом деле». Увидимся!